Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская радиостанция «Голос надежды». Вашему вниманию мы хотим предложить сегодня рубрику «Духовное наследие». В ней мы обращаемся к духовному и литературному наследию известной христианской писательницы Елены Уайт. Елена Уайт. Желание веков. Глава тридцать восьмая. Пойдите и отдохните немного. С печалью в сердцах ученики Иоанна похоронили изуродованное тело своего учителя. Затем они пошли, возвестили Иисусу. Эти ученики некогда завидовали Христу, когда Он, казалось, уводил народ от Иоанна. Заодно с фарисеями они порицали Христа за общение с мытарями на пиршестве у Матфея. Они сомневались в Его божественной миссии, потому что Он не освободил Крестителя. Но теперь их учитель был мертв. Они жаждали утешения в своем великом горе и наставления для будущих трудов, и пришли к Иисусу, связав с Ним свою судьбу. Они также нуждались в тишине и покое для общения со Спасителем. Недалеко от Вифсаиды, у северных берегов озера, находилась пустынная местность. Теперь она утопала в свежей весенней зелени. Там могли найти приют Иисус и Его ученики. Туда-то они и направились в лодки по озеру. Там они будут вдали от оживленных дорог, от городского шума и треволнений. Природа успокаивает, и перемена обстановки благоприятно влияет на чувства. Там они смогут слушать слова Христа, непрерываемые сердитыми обвинениями и выговорами книжников и фарисеев. Там смогут насладиться коротким, но драгоценным общением с Господом. Тот отдых, который избрал Христос и Его ученики, вовсе не был прихотью. Время, которое они провели в уединении, не было временем развлечений. Они беседовали о деле Божьем и о том, как лучше выполнять его. Рядом со Христом были ученики, они понимали Его. С ними Он мог говорить, не прибегая к притчам. Он исправлял их ошибки и учил правильно подходить к людям. Перед ними еще полнее открывались драгоценные сокровища божественной истины. Оживотворенные божественной силой ученики исполнились надеждой и мужеством. Хотя Иисус мог совершать чудеса и наделил такой же властью своих учеников, все же Он направил их, изнуренных трудом, отдохнуть на лоне природы. Возвестив, что жатвы много, а делателей мало, Он не призывал своих учеников к беспрерывному тяжкому труду, но сказал «Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Евангелие от Матфея, 9 глава, 38 стих. «Бог предназначил каждому человеку свое дело в соответствии с его способностями». Послание к Ефесянам, 4 глава, стихи с 11 по 13. «Он никогда не возлагал всю тяжесть ответственности на немногих, в то время как другие не несли бы времена духовных трудов». Полные сострадания и слова Христа так же актуальны для Его соработников сегодня, как в свое время для Его учеников. «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Он говорит это тем, кто устал и изнурен, даже удовлетворяя духовные нужды людей, неразумно постоянно напряженно трудиться, находясь в возбужденном состоянии, потому что в таком случае зачастую страдает личное благочестие, забота о котором пренебрегается. Нельзя перенапрягать умственные, душевные и телесные силы. От учеников Христа требуется самоотречение и жертвенность, но следует также соблюдать осторожность, чтобы из-за чрезмерного усердия сатана не воспользовался человеческими слабостями и не нанес урон делу Божьему. С точки зрения раввинов, смысл религии заключен в непрерывной деятельности. Своё превосходство они доказывали формальным благочестием. Превозносясь в своём самодовольстве, они отделяли себя от Бога. Эта же опасность существует и сегодня. Когда люди добиваются успеха в какой-либо области работы для Бога, возникает соблазн полагаться на человеческие силы возможности. Тогда человек начинает меньше молиться и меньше верить. Подобно ученикам, мы подвергаемся опасности пренебречь нашей зависимостью от Бога и искать спасение в своей деятельности. Мы должны постоянно взирать на Иисуса, сознавая, что всё совершается по Его воле. Хотя нам надлежит ревностно трудиться для спасения заблудших, необходимо также уделять время размышлениям, молитве, изучению Слова Божьего. Только труды, сопровождающиеся усиленной молитвой и освященные заслугами Христа, в конце концов, принесут пользу. Ни один человек не был так отягощен трудами и ответственностью, как Иисус. И при том, как часто его находили молящимся, каким постоянным было его общение с Богом. Снова и снова в описании его земной жизни мы находим такие строки. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынные места и там молился. Великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Евангелие от Марка, глава 1, стих 35. Евангелие от Луки, глава 5, стихи 15-16. Глава 6, стих 12. Полностью отдав свою жизнь для блага других, Спаситель считал необходимым удаляться от оживленных дорог и от толп народа, следовавших за ним изо дня в день. Он вынужден был прекращать на время напряженную деятельность и служение людям, чтобы уединиться и без помех побеседовать со своим Отцом. Имея те же нужды и слабости, что и любой из нас, он полностью полагался на Бога и в уединенной молитве искал божественной силы, чтобы твердо идти вперед и исполнять свой долг, невзирая на все испытания. В мире греха Иисус изведал духовное борение и душевные муки. В общении с Богом он мог освободиться от бремени печали, которая отягощала его, находил радость и утешение. Во Христе вопль человечества достиг Отца, полного бесконечной жалости. Как человек, Христос возносил молитвы к престолу Божьему до тех пор, пока его человеческое естество не получало импульс небесной силы, соединяющей человеческое с божественным. В постоянном общении с Богом Христос обретал и животворящую силу, чтобы затем даровать ее миру. Его опыт должен стать нашим опытом. «Пойдите одни в пустынное место», — говорит он нам. «Если мы прислушаемся к его словам, мы укрепимся и принесем больше пользы». Ученики искали Иисуса и рассказывали ему обо всем, и он ободрял и наставлял их. «Если мы сегодня найдем время, чтобы прийти к Иисусу и поведать ему все наши нужды, нас не постигнет разочарование, он будет находиться одесную, чтобы помахать нам. Мы должны быть проще и больше доверять нашему Спасителю. Тот, кого называют Бог крепкий Отец Вечности, Князь Мира, тот, о ком написано «владычество на раменах его», является чудным советником. Нам предлагается просить у него мудрости, у него, дающего всем просто и без упреков». Книга пророка Исаия, 9 глава, 6 стих, послание Иакова, 1 глава, 5 стих. «Все, кто учится у Бога, должны своей жизнью показывать, что они не имеют ничего общего с миром, его обычаями или его делами. И каждый должен на личном опыте познавать волю Бога. Каждый должен услышать, что он говорит его сердцу. Когда умолкают все голоса, и мы в безмолвии души стоим перед ним, мы можем яснее различить голос Бога. Он говорит нам «Остановитесь и познайте, что я Бог». Псалом 45, стих 11. «Только так мы можем обрести истинный покой». Подобным образом должны поступать все, кто трудится для Бога, потому что это может подготовить их для этой работы. В суетливой толпе, в напряжении повседневных дел обновленная душа будет окружена атмосферой света и мира. Ваша жизнь расцветет, в ней проявится божественная сила, которая может преображать человеческие сердца. Глава 39. «Вы дайте им есть!» Евангелие от Матфея, 14 глава, стихи с 13 по 21. От Марка, 6 глава, стихи с 32 по 44. От Луки, 9 глава, стихи с 10 по 17. От Иоанна, 6 глава, с 1 по 13 стихи. Христос со Своими учениками отправился в уединенное место. Но вскоре их столь редкий мирный отдых был нарушен. Ученики надеялись, что в их уединении им никто не будет мешать. Но как только люди увидели, что с ними нет божественного Учителя, они стали вопрошать, где Он. Некоторые подметили, куда направились Христос и Его ученики. Многие бросились искать Его, кто пешком, а некоторые поплыли через озеро в лодках. Приближалась Пасха, и паломники, стекавшиеся из дальних и близких мест в Иерусалим, надеялись увидеть Иисуса. В пути к ним присоединялись новые люди, и так собралось тысяч пять человек, не считая детей и женщин. Христос еще не достиг берега, а толпы людей уже ожидали Его. Но Он вышел из лодки незамеченный и провел некоторое время с учениками. Со склона холма Он видел приближающиеся толпы, и сердце Его наполнялось сочувствием к людям. Хотя Ему помешали отдохнуть, Он не потерял терпения. Глядя на все приближающихся людей, Он чувствовал, что они в нем нуждаются. Он сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Оставив свое укрытие, Иисус нашел подходящее место, где Он мог бы служить людям. Они не находили никакой помощи у священников и правителей, но когда Он объяснил им пути спасения, целительные животворящие потоки лились на них. Люди слушали сострадательные слова, которые не уставал говорить Сын Божий. Они слушали слова благодати, простые и понятные, ложившиеся на душу точно галаадский бальзам. Его божественные руки исцеляли людей, даруя радость жизни умирающим, облегчение и здоровье, страдающим от болезни. Этот день собравшиеся, казалось, провели на небесах, совершенно забыв о том, что долгое время ничего не ели. Но вот день на исходе, солнце уже садилось, а люди все не хотели уходить. Иисус трудился весь день, не отдыхая и не подкрепляясь пищей. Он был бледен от усталости и голода, и ученики умоляли Его прервать столь тяжкий труд. Но Он не мог оставить толпы, теснившиеся вокруг Него. Наконец ученики подошли к Нему, убеждая отпустить людей для их же блага. Многие пришли издалека и с самого утра ничего не ели. Они могли бы купить себе еды в ближайших городах и селениях. Но Иисус сказал ученикам, вы дайте им есть. Затем, обратившись к Филиппу, Он спросил, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Так Христос хотел испытать веру этого ученика. Филипп взглянул на море голов и подумал, невозможно достать столько пищи, чтобы накормить такую толпу. Он ответил, что если купить хлеба на двести динариев, то и этого будет недостаточно, чтобы каждый получил хоть понемногу. Иисус спросил, нет ли какой еды у собравшихся. И Андрей ответил, здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества? Иисус повелел, чтобы их принесли Ему. Затем Он повелел ученикам посадить народ на траву по пятьдесят или по сто человек, чтобы сохранить порядок и чтобы все были свидетелями тому, что Он собирался сделать. Когда все было устроено, Иисус взял пищу и, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Тот, кто учил народ, как достичь мира и счастья, заботился также и о его повседневных нуждах. Люди устали и ослабли. В толпе были матери с младенцами на руках и маленькими детьми, цеплявшимися за их юбки. Многие стояли часами. Они были настолько увлечены словами Христа, что даже и не думали садиться. Да и толпа была такая огромная, что люди могли затоптать друг друга. Иисус же хотел, чтобы они отдохнули и предложил им сесть. В этом месте росла густая трава, и все могли удобно расположиться. Христос всегда совершал чудеса только тогда, когда человек в этом поистине нуждался. И каждое чудо предназначалось для того, чтобы указать путь к дереву жизни, листы которого служат для исцеления народов. Простая пища, раздаваемая учениками, послужила ценным уроком. Люди получили очень скромную трапезу. Рыба и ячменный хлеб были обычной пищей галилейских рыбаков. Христос мог предложить народу стол, уставленный яствами, но пища, приготовленная только для угождения аппетиту, не содержала бы в себе урока во благо людей. Христос же хотел показать преимущество естественного питания, которое Бог предлагает людям. Ни одно из самых роскошных кушаний, предназначенных для удовлетворения извращенного вкуса, не доставляло такого наслаждения, как эта простая пища, которой накормил людей Христос вдали от человеческого жилья. Если бы люди сегодня сохраняли простые привычки, живя в гармонии с законами природы, как жили в начале Адам и Ева, то их нужды были бы удовлетворены сполна. Возникало бы меньше искусственных потребностей и больше возможностей трудиться на путях Божьих. Но эгоизм и потворство противоестественному вкусу повергли мир во грех и нищету. С одной стороны, мы видим излишество, с другой – нужду. Иисус не желал привлекать людей к себе, удовлетворяя их стремление к роскоши. Для этой огромной толпы, для этих усталых и голодных после долгого и волнующего дня людей, простая пища была свидетельством не только силы Христа, но и его чуткой заботы об их повседневных нуждах. Спаситель не обещал своим последователям роскоши этого мира. Их пища может быть простой и даже скудной, они могут быть бедны, но своим словом он подтверждает, что нужды их будут удовлетворены, что дороже всех мирских благ – постоянное утешение его присутствия. Насытив пять тысяч человек, Иисус приоткрыл тайну природы и продемонстрировал ту силу, что постоянно действует для нашего блага. Взращивая на земле урожай, Господь творит чудо каждый день. В природе постоянно совершается то же, что произошло при насыщении тысяч людей малой таликой. Человек приготавливает почву и бросает семя, но прорастает это семя благодаря силе, исходящей от Бога. Дождь, воздух и солнце, даруемые Богом, производят сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Евангелие от Матфея, 4 глава, 28 стих. Бог каждый день насыщает миллионы людей плодами земли. Выращивая злаки и приготовляя хлеба, люди призваны сотрудничать с Богом. Упуская из виду фактор божественного вмешательства, они не воздают Богу славу, достойную Его святого имени. Действие Его силы приписывается природе или человеку. Вместо Бога прославляется человек, и благодатные дары, используемые только в корыстных целях, становятся проклятием, а не благословением. Господь стремится изменить такое положение вещей. Он желает, чтобы наши притупленные чувства обострились, и мы, увидев Его милость и доброту, прославили Господа. Он желает, чтобы мы увидели Его в получаемых дарах. Тогда они станут благословением для нас. Именно ради этого и совершал чудеса Христос. После того, как тысячу людей насытились, осталось еще немало пищи. Но тот, кто является источником безграничной силы, сказал «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Эти слова означали нечто большее, чем приказ собрать хлеб в корзины. В них содержался глубокий смысл. Ничто не должно пропадать зря. Нам не следует упускать и случайные преимущества. Мы не должны пренебрегать ничем, что могло бы принести пользу человеку. Нужно использовать все, что может насытить голодных. Точно так же следует относиться и к духовным благословениям. Собрав все остатки в корзины, люди вспомнили об оставшихся дома. Они хотели, чтобы и друзья их отведали хлеба, благословенного Христом. Содержимое корзин поделили между обрадованными людьми, и маленькие кусочки хлеба были разнесены по всей округе. Каждый, участвовавший в трапезе, должен был поделиться хлебом, сшедшим с небес, чтобы и другие утолили голод своей души. Каждый должен повторять то, что узнало о чудесных делах Бога. Ничто не должно было пропасть зря. Ни одно слово, зовущее к вечному спасению, не должно остаться неуслышанным. Чудо с хлебами учит нас полагаться на Бога. Когда Христу предстояло насытить пять тысяч человек, поблизости не было запасов пищи. Положение, казалось бы, безвыходное. Вот он стоит перед пятью тысячами людей, не считая детей и женщин, в пустыне. Он не звал эти огромные толпы следовать за ним. Они пришли по своей воле. Но он знал, что когда продолжительная проповедь завершится, люди ощутят голод и усталость, ведь и он также нуждался в хлебе насущном. Уже смеркалось, а они находились вдали от своих домов. У многих не было денег, чтобы купить хлеба. Тот, кто ради них постился в пустыне сорок дней, не мог позволить, чтобы они, не подкрепившись, вернулись домой. В такие обстоятельства Иисус был поставлен провидением Божьим. И он положился на своего небесного Отца, чтобы тот помог ему накормить голодных. Также и мы, сталкиваясь с трудностями, должны полагаться на Бога. Мы должны проявлять мудрость и рассудительность в каждом поступке, чтобы по неосмотрительности не попасть в затруднительное положение. Не следует усложнять себе жизнь, пренебрегая возможностями, отпущенными нам Богом, или неправильно их используя. Соработники Христа должны полностью принять Его наставления. Их труды – Божье дело, и если мы желаем быть благословением для других, то должны следовать Его предначертаниям. Нельзя сосредоточиваться на своем «я» и возвеличивать себя. Если мы намереваемся делать что-либо только в соответствии с нашими собственными мыслями, то Господь оставит нас пожинать плоды своих ошибок. Но если мы, следуя Его указаниям, все же попадем в затруднительное положение, Он поможет нам. Мы не должны сдаваться и разочаровываться, но во всех чрезвычайных обстоятельствах надо искать помощь у того, кто располагает безграничными возможностями. Всякий раз, встретившись с трудностями, мы должны полагаться на Бога, доверяя Ему. Он сохранит каждую душу, попавшую в беду, на пути Господнем. Христос заповедал нам через пророка. «Разделись голодным хлеб твой и напитай душу страдальца. Когда увидишь нагово, одень его, из китающихся бедных введи в дом». Книга пророка Исаии, глава 58, стихи 7-10. Он сказал нам, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие от Марка, глава 16, стих 15. «Но как часто мы падаем духом и теряем веру, когда видим, сколь велика нужда и сколь скудными средствами мы располагаем. Подобно Андрею, мы смотрим на пять ячменных хлебов и две маленькие рыбки и восклицаем, что это для такого множества. Часто мы колеблемся, не желая отдать все, что имеем, боясь жертвовать собою для других. Но Иисус заповедал нам, «Вы дайте им есть». Его повеление — это обетование, подкрепленное силой, которое способно накормить множество людей на берегу моря». Чудо насыщения голодной толпы содержит в себе глубокий духовный урок для всех последователей Христа. Христос получил от Отца и отдал ученикам. Они же раздали людям, а люди — друг другу. Так и все, кто соединен со Христом, примут от Него хлеб жизни, сшедший с небес, и передадут его другим. Полностью положившись на Бога, Иисус взял немного хлеба. И хотя этого количества не хватило бы даже для Его учеников, Он не предложил им есть, но начал раздавать хлеб народу, побуждая учеников служить людям. Пища умножалась в Его руках, и руки учеников, простиравшиеся к самому Христу, хлебу жизни, не оставались пустыми. Небольшого запаса еды хватило всем. После того, как народ насытился, были собраны остатки, и Христос ел драгоценную, посланную небом пищу вместе с учениками. Наша встреча в эфире заканчивается. Мы знакомили Вас с духовным и литературным наследием известной христианской писательницы Елены Уайт. Мы будем с нетерпением ждать Ваши отзывы на эту передачу и заявки на открытки со стихами Священного Писания. Пишите нам по адресу 127 473 Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Наша страница в интернете находится по адресу www.golosnadezda.ru До свидания! Господь да пребудет со всеми Вами! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok